Всех благ и пусть будет мир. — Реально власти Армении считают лучшим вариантом в условиях сегодняшних реалий и возможностей. Ряд политических сил, да и сами жители Тавушского района Армении, где, собственно, уже расставлены первые пограничные столбы, считают, что есть риски и проблемы. Ваше видение? — Да, ну, конечно, наверное, нужно сказать, что некоторые жители, потому что вроде как не все протестуют против всего этого. Тут, конечно же, есть риски, но риски есть при любом варианте развития событий, при любом решении. — У нас такая ситуация, что говорить о том, что вот мы пойдем по этому пути, и все будет хорошо, и у нас есть стопроцентная гарантия того, что будет мир, что не будет никакой войны, что будет только развитие и так далее и подобное, ну, нельзя об этом говорить. — С другой стороны, конечно же, можно рассматривать определенные сценарии, определенные варианты и сказать, вот этот вариант наиболее беспроигрышный или шансы того, что вот при этом варианте будет война, намного низки, чем вот при этом варианте. — Сегодня я полагаю, что, учитывая реалии, учитывая риторику Азербайджана, учитывая то, что вот всегда Азербайджан пытается определенным образом найти какие-то легитимные основы для своих действий, Азербайджан всегда нуждался в этом. — Можно предположить, что этот вариант действительно среди имеющихся других вариантов, наверное, наиболее, ну, скажем так, исходит из наших интересов и способствует миру. — Почему? Потому что, во-первых, мы знаем, что, по сути, Азербайджан всегда говорил о том, что у нас условная граница, что границы на самом деле нет, и, следовательно, если граница условная, то как мы будем определять, вот эти земли кому принадлежат? — Если выдвигаются какие-то войска вперед, то это в пределах какой страны все это делается? — Вопрос очень спорный. Всегда говорил об этом Азербайджан. — Международное сообщество говорило следующее. Да, но есть Алматинская декларация, но, с другой стороны, международное сообщество всегда говорило о том, что, ну, да, нужно решать проблемы, вопросы с делимитацией, демаркацией. — Все это нужно, потому что это внесет ясность, внесет определенность, потому что это снизит накал, потому что это будет способствовать тому, что стороны будут находиться равноудаленно друг от друга. — То есть не будет так, что вот в окопах сидят друг перед другом солдаты, целятся друг в друга, и все время есть вероятность того, что вот что-то пойдет не так, и все это вольется, взорвется, да, что-то очень серьезное. — То есть это снижает шансы вот такой широкомасштабной войны, потому что будет международно признанная граница, то есть, а что значит международно признанная? — Во-первых, стороны будут признавать вот эту границу. То есть Алиев говорит, ну, вот с нашей стороны, да, естественно, говорим, вот-вот, вот это наша граница. С другой стороны, официальный Баку говорит, да, я согласен с этим, вот наша граница, значит, проходит вот-вот-вот по такому, и это все, есть обозначение «я», и тут пограничники, и тут пограничники, охраняем государственную границу каждой со своей стороны. — И, естественно, при таком же раскладе, если будут какие-то боевые действия, то это будет уже прямое нарушение государственной границы, это уже будет прямое доказательство того, что та или иная сторона, если нарушила эту границу, совершает акт агрессии. То есть это в определенной степени укрепляет наши позиции в том смысле, что действительно у нас появляются больше возможностей для того, чтобы решить, значит, все те стороны, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы опять всклыхнул пожар войны, вот нейтрализовать вот эти стороны. — Пашиня вчера в интервью общественной телевизионной заявил, мы демаркируем не только границу Киранца, мы демаркируем границу Армении. Все это хорошо, если принцип, по которой проходит уже демаркация или делимитация всей армяно-азербайджанской границы, если принципы известны и карты обговорены. Но здесь есть большое но. Вы тоже сейчас упомянули Алма-Атинскую декларацию, вы сказали, международное сообщество сказало, вот вам есть, у вас есть документ, берите этот документ и идите вашу границу демаркируйте так. Но мы знаем, что Алиев воздерживается от упоминания Алма-Атинской декларации, и у нас остается вопрос, если Пашинян говорит, мы демаркируем границу Армении, и если Алиев не соглашается или не заявляет, что да, принципы известны, это Алма-Атинская декларация, да, мы так и идем вперед, то у нас остается большой вопрос. А дальше другие границы, по какому принципу будут определяться? Да, это очень важный вопрос, и тут нужно внести определенную ясность, а также обговорить все возможные элементы, которые присутствуют во всем этом. Ну, что касается позиции Азербайджана по отношению к Алма-Атинской декларации. Азербайджан уже не раз, по сути, давал свое согласие, что да, мы будем действовать на основе Алма-Атинской декларации. И это было во время таких серьезных встреч. А потом, вот самый свежий кейс, когда Блинкем позвонил и поговорил с Алиевым, и у нас было коммунике, и там говорилось о том, что Азербайджан еще раз как бы сказал, что он привержен Алма-Атинской декларации. То есть это уже зафиксировано на самом высоком уровне. Другой вопрос, что как насчет карт. Понятно, что могут быть разные карты, мы говорим о последних картах, потому что есть в этом логика. Но тут нет публичности по этому вопросу. Закулисные, скажем так, разговоры говорят о том, что есть согласие по картам. И что, да, вот это приемлемые для нас карты. И по сути, если Азербайджан уже начинает этот процесс с какой-то точки, на основе Алма-Атинской декларации и на основе этих согласованных карт, то следует ожидать, что по этой же логике должен быть процесс идти. И следует ожидать, что и в дальнейшем Алиев не откажется от всего этого. То есть здесь остается сказать, поживем-увидим, да? Конечно, но тут, конечно же, могут многие сказать, ну ладно, а что, разве Алиев не сможет отказаться? Вдруг взять и сказать, а, я передумал, к примеру. А вы знаете, я сказал, что, к примеру, я за, да, мы начали этот процесс, но потом у меня появились какие-то другие карты, какие-то сомнения насчет этого и все такое. И я вот немножко передумал, может быть, следует как-то все это заново все это обговорить. Ну, в принципе, конечно, теоретически, может, конечно, такое сделать. Конечно же, мы опять-таки не забываем, что он уже поставил как бы свою подпись под этим, и уже есть определенные, уже будут, да, определенные отрезки, которые согласованы между сторонами. И на основе вот этих принципов, на основе этих карт уже, и есть между... То есть есть слово данное международному сообществу на самом высоком уровне. То есть, ну, сам Блинкин все-таки, да, уже в этом процессе участвует. Кстати говоря, это очень важный момент, потому что, несмотря на то, что сегодня переговоры, по сути, напрямую, они без медиаторов. Они на разных площадках, как бы, вот будут в Алмате переговоры. Ну, там же нет медиатора. Да, это Алмата. Естественно, алматинское руководство Казахстана в какой-то степени участвует в этом вопросе. Ну, в том смысле, что организовывает все это. Но стороны напрямую ведут вот этот диалог, вот эти переговоры. Но что же мы видим? Мы же видим, что практически каждый день тот или иной субъект международного сообщества, причем представители этого, самые высокопоставленные субъекты, представители того или иного международного субъекта, они говорят со сторонами, они разговаривают с Соливым, разговаривают с Пашиняном. И, естественно, среди этих высокопоставленных чиновников следует отметить господина Блинкена. Это означает, что Соединенные Штаты напрямую вовлечены в этот процесс. Это означает, что мы не можем говорить о том, что вот смотрите, есть какой-то там процесс, который идет параллельно, и вот международное сообщество в стороне недовольно этим процессом, или у международного сообщества другие какие-то представления, а у сторон другие и так далее. Нет, все, что происходит, уже происходит, давно так, но сейчас уже можно конкретно говорить, происходит согласованно. Так что, если Алиев вдруг решит идти по другому пути, это будет означать следующее, что он бросает вызов, прямой причем, прямой вызов международному сообществу, а мы знаем, что позиции Азербайджана нельзя сравнивать, скажем, с позициями той же России, у которой тоже серьезнейшие проблемы, ввиду там санкций и так далее и тому подобное, то есть практически Россия в некоторой степени изолирована от международного сообщества, но все-таки Россия ядерная держава, у России большие ресурсы и так далее и тому подобное. Азербайджан не может себе позволить такое, и в Баку это понимают. Но, опять-таки, конечно же, мы имеем дело с авторитарным государством, нельзя об этом забывать, то есть возможны какие-то иррациональные шаги, но мы полагаемся все-таки на рациональные шаги, потому что, ну а как же иначе, как же работать? Вот другой вопрос, смотрите, тут очень часто говорится о том, что, слушайте, но ведь все равно будет война. Почему мы какие-то действия совершаем, которые могут ослаблять наши позиции? Во-первых, ну на основании чего делается такое утверждение, что все равно будет война, что все равно, вне зависимости от того, о чем говорится, что делается, Азербайджан нападет на Армению, и у Азербайджана есть цель уничтожить всю Армению. Я не вижу оснований для таких утверждений. Нельзя отрицать того, что действительно вдруг у Азербайджана может появиться такая цель, Ну, исходя из прошлого, исходя из того, что это авторитарное государство и так далее. Но у нас нет оснований для того, чтобы утверждать, что это точно произойдет, и что есть большая вероятность, даже утверждать, что есть большая вероятность для этого. Сегодня, на самом деле, вероятность такой широкомасштабной войны с каждым днем снижается. У вас есть основания наоборот думать, что Алиев предрасположен или расположен к миру? Я всего лишь рассматриваю сегодняшний процесс, рассматриваю вовлеченность международного сообщества, вовлеченность Соединенных Штатов Америки в этот процесс. Важность всего этого для международного сообщества, для крупных игроков, для серьезных игроков. И зависимость Азербайджана от этих игроков, а также чисто соображение рационального характера. Грубо говоря, Азербайджаны склоняют к миру, заставляют не идти войной. Можно сказать, что проводится... Все же Азербайджан хочет того, о чем вы сейчас только что сказали. Трудно сказать, если... Его придерживают, его как-то могут удерживать, до сих пор удерживали и продолжают удерживать. Да, это, конечно, очень важный вопрос. Я думаю, что, ну, как минимум, Азербайджан, конечно же, всегда хотел того, чтобы позиции Армении были ослаблены. Как минимум, Азербайджан хотел того, чтобы вот он решал, какие пути, какие границы должны быть, какие отношения. То есть, сделать так, чтобы Армения не имела возможности по-настоящему влиять на процессы, которые происходят. То есть, максимально выгодные для Азербайджана и максимально невыгодные для Армении ситуацию создать. Но я не уверен, что у Азербайджана есть цель покорить всю Армению, уничтожить всю Армению. Хорошо, вы сказали, да, есть уже, мы видим признаки, о чем, кстати, сам Алиев говорит, уже прямых переговоров Армении с Азербайджаном. И в то же время вы говорите, и не только вы говорите, вот Паттель, тоже представитель Госдепа, сказал, что Блинкен лично участвует в процессе решения конфликта, кризиса между Баку и Ереваном. Можно ли сказать, да, переговоры ведутся прямо, но Запад очертил границы, за которые, ну, красные ли я это не называю, но границы, за которые нельзя переходить сторонам и Армении, и Азербайджану. То есть, да, они свободны в своих переговорах, но есть определенные границы, за которые им нельзя выходить. Ну, я предполагаю, что не то, что это Запад очертил эти границы, они просто существуют. Они существуют в международном праве, они приняты международным сообществом. И в данном случае просто Соединенные Штаты могут напоминать об этом всего лишь. А территориальная целостность одна из, ну, я бы сказал даже, хотя это слово, наверное, не надо употреблять в таком дискурсе, но все же одна из святых принципов международных отношений сегодняшнего мира. Территориальная целостность, если стороны, если субъекты международных отношений будут нарушать этот принцип, если этот принцип будет нарушаться часто, тем более, если этот принцип будет нарушаться часто и вот таким радикальным образом, прямым образом, ну, вот как вот Россия сегодня делает по отношению к Украине, то это может привести к хаосу. Это недопустимо. Хаос может погубить всех и, естественно, ответственные субъекты, страны, у которых есть серьезные ресурсы, и в особенности страны, у которых демократический строй и правление. То есть люди отчитываются перед своим народом, элиты отчитываются перед своим народом. Народы хотят мира, народы хотят развития. Они говорят, что это важнейший принцип, и мы должны делать все для того, чтобы все соблюдали эти принципы. И вот сегодня, я думаю, что Армения идет именно в направлении согласования собственных принципов, собственных интересов с этими принципами, с этими позициями, которые приняты в международном сообществе. И как бы, знаете, вот даже если, вот к примеру, предположим, Армения делает все правильно, Азербайджан поступает иначе, Азербайджан нападает на Армению. Ну, вот можем ли мы предположить, что, скажем, особенно, учитывая тот факт, что у нас нет союзников, союзников, в том плане, что мы не состоим сегодня на самом деле, де-факто, в каком-либо блоке. Ну, в де-юре мы состоим в ОДКБ, но эта организация не работает, особенно по отношению к нам. То есть, это означает, что если на нас нападают, ОДКБ бездействует. А, скажем, могут сказать о НАТО. Ну, мы не состоим в НАТО. Следовательно, нападение на нас не означает нападение на членов НАТО. Следовательно, никто не будет вместе с нами воевать и отражать агрессию. Никто. Тогда можем ли мы в одиночке практически, да, то есть самостоятельно отражать вот такого типа агрессию? Особенно, зная, что Азербайджан сотрудничает, действует синхронно вместе с Турцией, получает оттуда помощь и так далее и тому подобное. То есть, это так или иначе. Конечно же, это не означает, что у нас не должно быть армии, что не нужно работать в сторону развития армии, в сторону усиления армии и так далее и тому подобное. Но, ну, без серьезной поддержки международного сообщества нам не удастся устоять. И в этом плане нам нужны будут, естественно, дипломатические ресурсы, финансовые ресурсы, экономические ресурсы и военные ресурсы. То есть, все то, что сегодня получает Украина. Ну, смотрите, Украина же тоже не стоит ни в каком блоке, и никто вместе с украинцами не воюет, но все-таки колоссальная поддержка, правильно? Но у нас же вопрос следующего характера. У нас нет глубины, стратегической глубины. У нас маленькое население. Следовательно, мы должны полагаться на следующем, на предотвращение войны, любой войны. Хорошо, вы сказали, красные линии... И в этом отношении Запад, естественно, будет работать. Хорошо. Вы сказали, что красные линии – это территориальная целостность. Мы говорили в самом начале нашего разговора о рисках и проблемах. Есть два способа. Я спрашиваю, это как вопрос я задаю. Два способа. Первый способ – это военным путем, значит, на твою территориальную целостность покуситься. И второй – угрозами войны это сделать при помощи вот этой демаркации и делимитации, путем переговоров, уломать, напугать и получить те территории, вы сами сказали, и они очень любят эту формулировку, условная граница. Ну, ведь условная граница, если для них, то и для нас тоже условная в отношении их территории. Но почему-то, в общем, если граница условная, то они могут не войной, так угрозой войны взять ту территорию, которая им нужна. Под предлогом демаркации установить там международную границу и получить территорию Армении. Это примерно то, о чем говорят противники этого процесса, который сейчас происходит. Армения заявила о том, что красная линия – это граница республики Армения. Вне зависимости от того, что Азербайджан говорит, что это условная граница, Армения говорит о том, что это не условная граница. Есть граница, просто мы должны как бы на земле воссоздать эту границу, то есть начертить эту четкую линию, поставить вот эти определительные знаки, пограничников отправить туда и так далее. И вот это восприятие находит отклик у международного сообщества или среди международного сообщества. То есть мы видим, что серьезные игроки поддерживают этот принцип, это видение Армении. И это означает, что Азербайджан не в состоянии путем переговоров забрать определенную территорию у республики Армения. Потому что опять возвращаемся, принципы известны, карты согласованы. Азербайджан согласованы, Армения не раз говорила о том, что не будет никаких вот такого типа территориальных уступок. То есть территория Армения не подлежит торгу. Все. Запад поддерживает эту позицию и есть понимание того, что да, так и должно быть. Каким образом Азербайджан будет захватывать таким образом территорию? Только военным путем, если это теоретически. Другой вопрос. Если бы мы начали, Армения и Азербайджан взяли за основу Алматинскую декларацию. И считающиеся до сих пор условные границы между Арменией и Азербайджаном начали уже определять, уточнять на основе вот этой декларации. То есть на основе того положения вещей, которое было на момент распада Советского Союза. Нет? Об этом речь идет. То означает ли это, что все союзные республики, которые после распада Советского Союза, у всех также условная граница. И всем им еще предстоит, это прецедент как бы. И отмечается Россия с Украиной, там Приднестровье и так далее. В общем, не буду все это перечислять. Означает ли это, что это первая ласточка и дальше другие бывшие советские республики также будут демаркировать или уточнять свои границы? Или это только касается Армении и Азербайджана? Прецедент ли это нужной Западу, ненужной России? Нет, ну на самом деле ведь процессы по демаркации и делимитации, они проводились по всей территории бывшего Советского Союза. И во многих отношениях, во многих местах они не закончены. То есть вот есть эти споры до сих пор. Вот сегодня есть проблемы между Грузией и Азербайджаном, и в этом отношении тоже. То есть границы они полностью демаркированы, делимитированы, и есть спорные участки. И они просто вот так оставили пока что, заморозили. То есть процесс идет по выяснению того, что хорошо, вот эта местность кому должна принадлежать. Есть проблемы в Средней Азии, между республиками Средней Азии. То же самое. Но вопрос в том, что этот дискурс для нас неприемлем, что вот границы условны. Границы они есть, просто на земле они вот не вычерчены, как бы так. И это, конечно же, создает определенные проблемы. И то потому, что не было дипломатических отношений до сих пор с Азербайджаном. Да, но не только. У нас же есть дипломатические отношения с Грузией, но у нас тоже не полностью демаркирована, делимитирована граница с Грузией. То есть это процесс такой. Это не означает, что граница условная. Конечно, есть граница. Просто если у тебя конфликт с какой-то страной, вот если можно так выразиться, недемаркированность и неделимитированность границы может создавать новые проблемы. Может, как бы способствовать к тому, что вот этот конфликт опять вспыхивал и так далее. То есть спекуляции, они возможны, всегда возможны спекуляции. И нужно переговорный процесс строить не на спекуляциях, а на чем? Ну, на вот принципах, на четких принципах договариваться относительно этих принципов. И действительно делать так, чтобы... То есть, смотрите, тут в чем логика. Мы, мягко говоря, ну не то, что мягко, образно говоря, можем себе позволить, скажем, с Грузией так и не делимитировать и не демаркировать определенные участки границы. Вот так оставить, десятилетиями, чтобы мы можем себе это позволить. Потому что у нас нет конфликта с Грузией. А с Азербайджаном был и продолжает, как бы, этот конфликт иметь место. И это создает, вот, неделимитированность и недемаркированность создает основу, почву для того, чтобы этот конфликт все время вспихивал. Ну, как бы, атмосфера создается определенная негативная, и это все мешает к установлению нормальных отношений. Вот и все. Итак, ваша оценка, то, что сейчас происходит, вы считаете, это к лучшему, мягко говоря? Ну, опять-таки, тут есть свои риски, но если рассматриваем разные, да, разные какие варианты, возможности, конечно же, было бы хорошо, об этом тоже нужно говорить. Вот, если бы Азербайджан в ответ на наши эти действия по возврату вот этих сел, двух с половиной, как мы говорим, или, в целом, четырех сел, они тоже, значит, вернули определенные армянские территории. Территории, которые принадлежат Армении. Ведь под оккупацией Азербайджана имеются армянские территории. Это создало бы более прочную основу, более доверительное отношение между сторонами, более прочную основу для мира. К сожалению, Азербайджан воздерживается от таких действий. Но это не означает, что, ага, значит, если этого нет, тогда мы не должны все это начинать, потому что, опять-таки, даже вот в таких условиях все равно такой вариант наиболее приемлемый для нас. Вот, начать этот процесс с какой-то точки, да, сделать так, чтобы определенные принципы были взаимоприемлемыми и закрепленными. Да, конечно, нужно все это закреплять, задокументировать, получать гарантии со стороны крупных игроков. Конечно. Хорошо, я бы хотела с вами обсудить также то, что происходит в соседней Грузии, там очень драматические события. Я зачитаю очень крайне тяжелую формулировку, которая сегодня мне на глаза попалась, которую я услышала. В одном из эфиров, я не буду говорить кто, российских эфиров, прозвучала вот такая формулировка. Может быть, говорит тот, кто задает вопрос своему собеседнику, может быть, даже Грузия к нам обратится за военной помощью, чтобы мы помогли свернуть голову тому террористическому отребью, которое сейчас там голову поднимает. Это очень резко, я опять же говорю, есть видео. Да, это хейт-спич. Это примерно то же самое, как в отношении Армении часто говорилось, но террористическое отребие не называлось так, по-другому называлось. Президент Грузии заявил, что сейчас то, что заявление основателя грузинской мечты Бедзины Ивана Ишвили в поддержку закона об инагентах, я цитирую, являются объявлением войны против западных партнеров Грузии. Закон, и они говорят, что это экзистенциальный, этот закон является, продолжает Зурабишвили, символом, но в любом случае есть выбор, решение, экзистенциальный выбор, который Грузия должна сделать на выборах Европа или Россия. Вот первая цитата, которую я привела, это как Россия пытается реагировать на то, что происходит в Грузии. И привела пример, значит, привела цитату от Зурабишвили, которую она говорит, это экзистенциальный выбор. Ну, я соглашусь с президентом Грузии, и, естественно, реакция России, она... Но это не официальная Россия, то, что я привела пример, это цитаты, это не официальная Россия. Созданных, скажем так, деятелей или, не знаю, представителей российского эстаблишмента. Видения, да, как они видят этот процесс, да. Ну, на самом деле, также мы знаем, что, ну, такого типа высказывания, если не согласовываются даже с Кремлем, то они в рамках той политики, которая проводится Кремлем, и они вот как бы спускают сверху вот все эти ориентиры, даже какие-то ключевые слова, которые должны те или иные так называемые эксперты употреблять, а на самом деле пропагандисты и поджигатели войны. Да, ну, это, конечно же, ну, неприемлемо, не входит ни в какие там... Во всех отношениях. Да, да, да. Ну, теперь давайте все-таки посмотрим, что там происходит и насколько это опасно и для Грузии, и для нас почему же нет. Конечно же, нам, ну, очень и очень нужно, чтобы Грузия шла по демократическому пути. Мы также связаны с Европой через Грузию, и это единое пространство создается. Без Грузии будет очень трудно контактировать с Европой, это будет определенным образом, опять-таки, вот каким-то барьером, препятствием для нас. Так что, ну, можем надеяться на то, что все-таки Грузия пойдет по... То есть не свернет, скажем так, не свернет с демократического пути развития, не свернет с европейского пути. Но, да, то, что происходит там, конечно же, настораживает. И, честно говоря, я, скажем так, не удивился тому, что произошло в Грузии. Ну, в том смысле, что грузинские власти, они уже довольно долгое время, по сути, проводят антиевропейский дискурс. Антиевропейские нарративы, антидемократические, антилиберальные нарративы, они производят и разбрасываются этими нарративами. И это всегда настораживало. И это могло привести вот к таким законопроектам, к таким решениям. Это означает, что грузинские власти в некоторой степени также обеспокоены тем, что гражданское общество, оппозиция, сумеет на предстоящих выборах победить, по сути. И они лишатся к власти. Мы знаем, что во главе грузинских властей стоит Бедзина Иванишвили, человек, который заработал свои деньги в России, и это поделённые связи с Россией. И многими грузинскими экспертами, политиками, деятелями считается, ну, просто марионеткой Путина. Мы не можем утверждать, что это так сейчас. Ну, я не могу такое утверждать, но то, что действительно эти связи есть, и то, что действительно власти Грузии проводили вот такую политику, скажем так, антиевропейскую, они, смотрите, они выдвигали определённые нарративы, которые точь-в-точь совпадают с российскими. Идеология грузинских властей схожа с идеологией, ну, таких социальных консерваторов, ультранационалистов, которых хватает и в Европе, и в Америке. Мы знаем, что очень тесные отношения с Виктором Орбаном есть у грузинских властей, и они всегда вот как бы на основе какой-то дружбы вот продвигали вот эти идеи о традиционных ценностях, о том, что Запад губит человечество, что Запад разрушает национальные ценности, что нужно каким-то образом бороться против этого, что Брюссель — это какой-то диктаторский режим на самом деле, Евросоюз, что нужно против этого бороться. И всё это как-то, вы знаете, вот с одной стороны, грузинские власти до сих пор говорят о том, что у нас европейский путь развития. Они же не говорят, что мы идём по другому пути. Но с другой стороны, то есть говорить вещи, которые напрямую противоречат вот этому европейскому пути, то есть европейским ценностям, европейским канонам, институтам и так далее, ну, знаете, это уже означает всё-таки движение в другую сторону. Это вызывает определённую озабоченность в грузинском обществе. Я говорил недавно с грузинскими коллегами, и они говорят, что это действительно Россия, это российский закон, что если всё это пройдёт, то это означает, что Грузия потеряет свою независимость, это означает, что Грузия уже не демократическая сторона, и что они должны бороться против этого. И есть такое представление, что всё-таки в большинстве своём грузинское общество против этого. Просто у грузинских властей есть определённые рычаги давления на определённую часть грузинского общества. Они путём подкупа, путём административного давления и всё такое. Люди боятся потерять свою работу и либо не выступают против, либо просто молчат, а иногда даже могут участвовать в проправительственных каких-то мероприятиях и таким образом создавать этот фон, что, вы знаете, в большинстве своём грузинское общество за нас. Всё-таки там очень интересная ситуация, они же не могут сказать, что, вы знаете, мы не идём действительно по европейскому пути, и мы должны вот в сторону России пойти. Ну, это никак не будет воспринято никем в Грузии. Ну, может быть, какие-то маргинальные слои скажут, да, молодцы. Ну, там сказали, что в 30-м году мы уже поступили, станем членами. Ну, я имею в виду, что так как Россия оккупировала грузинские территории, у них вот этот пророссийский такой, напрямую пророссийский дискурс не может быть. Поэтому некоторые вот камуфлируют определённые вот такие антиевропейские идеи и какими-то другими вещами, говоря о том, что, к примеру, это вообще не за Россию, это за независимость, мы просто... Ну, за независимость, наверное, подразумевается от России. Что значит потеря независимости? Ну, смотря кто об этом говорит. Да, давайте посмотрим, смотря кто говорит. Естественно, сегодняшняя оппозиция, демократические активисты, скажем так, грузинские, они, когда говорят о независимости, они, конечно же, говорят о том, что нужно быть независимым от России. Потому что есть до сих пор определённая или даже серьёзная зависимость от России, и они говорят, что наши нынешние власти, они полностью подчиняются в Москве. На самом деле. Да, вот так. Вот когда говорят о независимости грузинские власти, они говорят, вот, знаете, вот в следующем ключе, что вот есть определённые геополитические субъекты, крупные игроки, и мы хотим быть независимыми от них. Будь то Москва, будь то Брюссель, будь то Вашингтон. И они вот продвигают консервативную риторику в том смысле, что, а кто говорит, что Европа — это сообщество либерально мыслящих людей или граждан, групп и так далее и тому подобное. А что, там нет консерваторов? Вот мы тоже консерваторы. Мы консерваторы. Мы не хотим, чтобы, к примеру, там, не знаю, традиционные ценности были поставлены под сомнение. Мы не хотим никаких там гей-парадов и так далее. Это против наших национальных традиций и так далее и тому подобное. Мы не хотим, чтобы там Европейский Союз диктовал нам какие-то там условия, какие-то стандарты и так далее. Мы решаем всё. Мы идём по нашему пути, по пути независимости. Но, на самом деле, ну, слушайте, ну, эти же стандарты. Это не стандарты какой-то бюрократии. Это стандарты нормального демократического развития. Либо вы принимаете эти стандарты и идёте по этому пути, либо не принимаете эти стандарты. Права человека, развитие, демократия, модернизация — это не стандарты бюрократов, говоря о том, что та или иная страна Южного Кавказа является жертвой противостояния Запада и России, мы в каком-то смысле возлагаем ответственность и на Запад, и на Россию за то, что они как бы пытаются делать нас игрушками. Да, мы принимаем роль жертвы, игрушки и становимся безвольными. Для меня этот дискурс непонятен, необоснован. Потому что, ну что значит ответственность Запада за эти процессы? Ну, к примеру, вот сейчас то, что происходит в Грузии. В чём виноват Запад? Запад рвёт в свою сторону Грузию, Россия рвёт Грузию в свою сторону. Это не моя позиция, вы понимаете. Это то, что сейчас обсуждается. Совершенно верно. И очень хорошо, что вы этот вопрос подняли. Вот вопрос в том, что грузинские демократы, люди, которые хотят построить у себя демократическое общество, быть частью демократического сообщества, они хотят демократических перемен. Они хотят, чтобы принципы управления, государственного управления были основаны на демократических принципах, были основаны на правах человека. Они хотят, чтобы у них было намного больше свобод. Они хотят, чтобы они сами решали, что им нужно, как, куда идти и так далее и так подобное. Теперь, при чём тут Запад? При чём тут США, при чём тут Европейский Союз и так далее и тому подобное? Эти люди, они говорят, слушайте, мы хотим, к примеру, быть членом НАТО или быть в Евросоюзе. Это их выбор. Что из себя представляет Евросоюз? Евросоюз — это сообщество, в первую очередь экономическое, но и политическое сообщество демократических европейских государств. И каким образом они, вот как многие говорят, хотят урвать Грузию? Откуда? Куда? Эти люди просто хотят быть в этом сообществе. И всё. Это не означает потерю суверенитета. Наоборот, это укрепление суверенитета. Потому что демократия и права человека — это и есть суверенитет. Иначе говоря, Грузия — это не объект, а субъект. В данном случае мы о Грузии говорили, поэтому я говорю. Конечно, другой вопрос, что вот Россия... Субъект, который решил пойти по этому пути, а другая часть руководства Грузии считает, что нет, надо идти по другой. Да, и непонятно, по какому пути. Вот это тоже непонятно. А что есть Россия? Там плакаты «не хотим с Россией», «не хотим в Россию», «хотим с Западом», «хотим в Европу». Да, но даже грузинская элита, то есть грузинские власти не говорят о том, что мы хотим в Россию или по пути в Россию. Даже они открыто не говорят, потому что они понимают, что это не будет воспринято в обществе нормально. Но я имею в виду, что Россия как раз-таки, она заинтересована в том, чтобы не было демократии в Грузии. Россия заинтересована в том, чтобы Грузия действительно была зависима от России. Если бы Россия была демократическим государством, то совершенно другой дискурс был бы, совершенно другой. И взаимоотношения были другого характера. Знаете, тут вопрос вот именно вот этого характера. Вот иногда некоторые делают геополитический анализ на основе принципов XVIII-XVII века. Сегодня XXI век. В мире есть демократические государства, полудемократические, авторитарные государства. Некоторые из них жестко авторитарные. То есть, есть разного типа игроки. Есть демократические сообщества, есть авторитарные коалиции. И если человек хочет, или народ, группа определенная, идти по демократическому пути, естественно, возникает вопрос о сотрудничестве, о интеграции с демократическим сообществом. Не с авторитарным же. А авторитарные, понятно, что значит авторитарные? Это значит государство, структура, институты, которые направлены против прав человека. Они против самоуправления. Они говорят, что вот определенные элиты, они должны все решать. Вне зависимости от того, какие это элиты, где они находятся. Они должны решать, и все должны подчиняться беспрепословно. Вот против этого и действуют демократы. И тут нету вот этого классического, как могло быть и было в 16 веке, в 17, даже в 18 веке, даже в 19 веке, но уже как минимум с 20 века, особенно после Второй мировой войны, ситуация в этом плане изменилась. Но некоторые опять-таки делают свои анализы на основе вот этих старых принципов. Эти реалии... Кстати говоря, очень многие говорят о том, что вообще нет никаких принципов, нет никаких норм, нет никаких ценностей в этом мире. И просто вот одна акула хочет пожрать другую. И это не так, это неправильно. То есть предпосылки уже неправильные. Поэтому и анализ идет совершенно в другую сторону. И, кстати, основная проблема дискурсов в авторитарных странах заключается именно в том, что у них неадекватное представление мира. Потому что они же привыкли так жить. Им кажется, что все такие. Им кажется, что везде ложь. И они действительно уже убеждают самих себя, что нет демократических государств. Все авторитарны. А кто сказал, что авторитарны, это плохо? Просто некоторые государства хотят нас очернить, и поэтому говорят, что они демократические, а мы авторитарны. Спасибо большое, дорогие друзья. Напомню, что мы беседовали с политологом, независимым экспертом Эдгаром Варданяном. Беседу предлагаю на Ракелян. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok